МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа прокуратуры Свердловской области на страже закона. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как удалось тогда преодолеть кадровый голод и наладить работу прокуратуры? Вам, не хуже меня известно, действительно было очень сложно. На день моего назначения, абсолютно было правильно сказано, произошла массовая реорганизация. Некоторая часть сотрудников ушла в транспортную прокуратуру уже в сентябре. Основная масса, которая надзирала за следственным дознанием, естественно, следственный аппарат, ушел в следственное управление Следственного комитета. Буквально на память несколько цифр. Более 90 вакансий было в областной прокуратуре. 17 вакансий прокуроров городов и районов. Это достаточно много. И плюс ко всему из четырех заместителей прокурора области по штату остался только один. Это было сложно. Самое основное, самое замечательное, что в прокуратуре области остался тот костяк, та часть людей, профессионально очень грамотных, порядочных. И благодаря этому основному костяку, основному наличию трудовых ресурсов, умных, талантливых людей, пришли молодые люди. И очень немаловажный тот факт, что в Свердловской области, в городе Екатеринбурге, есть свой знаменитый юридический вуз, который готовит нам хорошие кадры. Все это способствовало тому, что молодые научились у опытных, и коллектив заработал быстро, качественно, уже, скажем, в ближайшее время, после моего прихода. После сентября 2007 года многие скептически отмечали, что, мол, прокуратура, лишенная следствия, не сможет в полной мере выполнять поставленные перед ней задачи. Юрий Александрович, Вы как считаете, достаточно ли у прокуратуры полномочий, чтобы обеспечивать законность? Знаете, как любому органу, который работает, всегда хочется больше. Я не буду отрицать, наверное, прокуратуре хотелось бы, чтобы несколько ряд полномочий были возвращены. И уверен, что с этим возвращением полномочий на прокуратуре, прокуратура работала бы лучше и оперативнее. Но даже нужно говорить и констатировать факт, что прокуратура осталась не без зубы, и с тем набором тех полномочий, которые у нас есть. Особенно это показывает практика последних лет. Надзор за следствием, жесткий надзор. Да, часть полномочий ушли, но это не мешает тому делать препятствия этому беззаконию, порой некачественному следствию, которое, к сожалению, есть. В той же плоскости говоря, можно сказать, что прокуратура, если это возможно так выразиться, раскрылись руки при поддержании гособвинения. Ничего греха таять. Раньше все-таки, когда следствие было в прокуратуре, прокурор все-таки невидимой нитью был связан с порой с обвинительным уклоном. Сейчас прокурор поддерживает обвинение, нацелен и требует закон, требует приказа генерального объективности и строго в соблюдении всех норм и законов. Виноват? Виноват? Не виноват. Прокурор поддерживает гособвинение, в полной мере может отказаться от обвинения, попросить оправдательный приговор. Хочу подчеркнуть, что прокуратура – живой организм, сильный, мощный, со всеми функциями, которые есть, способен защитить интересы гражданина, человека, интересы государства и общества. В этом абсолютно можно быть уверенным. Как Вы считаете, удалось ли наладить конструктивный диалог с органами Следственного комитета за это время? История взаимоотношений на протяжении более четырех лет, недавно в сентябре был четырехлетний период создания единого и Следственного комитета, который уже внести на прокуратуру. В целом, я могу сказать, что взаимоотношения деловые, взаимоотношения, основанные на нормах закона. Да, бывают некоторые разногласия, некоторых видениях вопросов. Бывают, что следователи и руководители не соглашаются с выводами прокуроров, которые делают при осуществлении своих надзорных функций. Но могу сказать, каких-либо антагонистических действий друг к другу нет. И цель, и как Следственного комитета, и прокуратура, прежде всего направлена на то, чтобы были все преступления раскрыты, и именно лица, виновные, находились на скамье подсудимых. И нормы, и права, как и обвиняемых подсудимых, задержанных, подозреваемых, так и прежде всего, и права потерпевших, свидетелей были ни в коем мере не нарушены, и были в строгом соответствии с прописанными нормами, как уголовного, так и уголовного процессуального закона. Нередко прокуроры начинают готовиться к отопительному сезону заранее, задолго до того, как об этом подумают главы. Вносятся представления, в суды направляются иски, возбуждаются уголовные дела. По вашему мнению, должны ли нерадивые главы муниципалитетов уходить со своих должностей, если не могут обеспечить порядок в коммунальной сфере на вверенной им территории? Вы правильно сказали, Ольга Федоровна, что прокуроры задолго по требованию руководства областной прокуратуры, генеральной прокуратуры, озабочены и занимаются, в общем-то, несвойственными функциями, дабы граждане, проживающие на этой территории, не замерзли и жили в нормальных благоприятных условиях. Хотя, это задача первостепенная власти, которая находится на местах, начиная от власти областной и заканчивая властью самого последнего муниципалитета. Я полностью разделяю точку зрения, мы это в своей работе доказывали и принуждали, те главы, которые действительно не способны функционировать в рамках своих полномочий и действовать в рамках интересов своих граждан, проживающих на территории, таким главам делать нечего. Но здесь должна быть поддержка, естественно, вышестоящих администраций, вплоть до правительства области. Здесь как бы должна быть единая система, выстроена. Но если глава, даже которому оказывается помощь, несколько, скажем, отходит от своих функциональных обязанностей, но есть, наверное, другие места, где он может работать и нужно уступить тому, кто добросовестно будет исполнять и работать во благо того населения, которое его избирает. Юрий Александрович, уже почти 4 года в прокуратуре области действует, созданный под вашим началом, отдел по надзору за исполнением законов о противодействии коррупции. Что изменилось сейчас в понимании борьбы с коррупцией, упорядочена ли эта работа, и насколько она результативна, в частности, в прокуратуре области? Если говорить, скажем так, а мы можем говорить о борьбе с коррупцией, прежде всего, органами прокуратуры, то здесь два основных направления. Направление надзора, координации деятельности органов, осуществляющих как оперативно-розыскную деятельность, то есть выявление коррупционных преступлений, а все коррупционные преступления относятся к категории латентных, в том плане, чтобы работа была целенаправленная, и в то же время не нарушалась норма закона, дабы под борьбу с коррупцией не попадали те люди, с кем нужно бороться, которые, наоборот, борются с этим коррупционным проявлением. К сожалению, такое бывает. А второй аспект деятельности прокуратуры, это, если можно так выразить, общенадзорное направление. То есть выявляются те нормативные документы, где, по нашему мнению, есть факты, способствующие коррупционным проявлениям, проводятся общенадзорные проверки, проверки жалоб, заявлений, и принимаются меры не уголовного преследования, а меры исковой работы, то есть иски в арбитражный суд, в суд общей юридикции, но также другие меры реагирования, дабы должностных лиц, других лиц, которые встают на эту тропу, предостеречь, либо привлечь их к другой ответственности, кроме уголовной, дисциплинарной, материальной, административной. Вот эти два основных столпа, на которых, так скажем, основана деятельность органов прокуратуры. Что касается первой уголовной составляющей, то да, конечно бы хотелось, и я не буду отрицать этого, чтобы преступления выявлялись более значимыми, более серьезные должностные лица, если они такого и есть, а я думаю, что они находились бы там, где это положено. Здесь есть примеры, они уже как бы неоднократно звучали, можно сказать, уже несколько надоели бы гражданам, но в любом случае нужно это отметить. Это то дело, которое расследуется в отношении главы Северо-Уральска, есть дело уголовное расследуется в отношении одного из депутатов городской думы. Мне бы хотелось здесь еще как лицо, осуществляющему надзор на территории федерального округа, обратиться к следственным подразделениям, что такие дела нужно расследовать побыстрее, и дела должны уже направляться в суд. Есть такое понятие, как разумные сроки расследования уголовных преступлений. Да, уголовные дела есть, и я все-таки надеюсь, что органы полиции, та составляющая часть, которая шляет именно оперативные мероприятия, будет работать лучше, будет работать качественнее. К сожалению, нужно отметить, пока этого не происходит. В Вашей новой должности есть особые полномочия в сфере противодействия коррупции. Будут ли они применяться, и каким образом будут реализовываться? Знаете, Владимир Федорович, я в этой должности пока нахожусь неполные две недели, и в каждой структуре есть свои особенности. Прежде чем все-таки говорить, я бы хотел более хотя бы некоторое время посмотреть изнутри работу аппарата Генеральной прокуратуры, но смогу с уверенностью сказать, что, конечно, будут некоторые новые видения развертывания этой борьбы, может быть, в ином, более конструктивном, что ли, уровне. Но в то же время хочу отметить, что работа велась и до моего прихода, и коллектив, и управление, и, естественно, мой предшественник Юрий Михайлович Золотов, делали для этого очень многое. Нужно просто поддерживать, развивать и работать дальше. Возвращаясь к Вашей работе в прокуратуре Свердловской области, хотелось бы вспомнить, что Вы часто выезжали с проверками в исправительные учреждения. Это особая тема, которая для Свердловской области носит актуальный характер. 41 учреждение, почти 40 тысяч заключенных, которые находятся в наших колониях на территории области. Насколько важно, по-вашему, видеть в осужденном не просто спецконтингент, а человека, у которого есть свои права и свои интересы? Знаете, во многих направлениях область превыше всего, но в количестве колоний мест лишения, где лица отбывают наказание, а не самих лиц осужденных, Свердловская область занимает первое место в России. Это действительно, Вы заметили, достаточно сложно в работе прокуратуры, но, естественно, сложно в работе той федеральной структуры, которая шляет работу с осужденными, но и нам доставалось достаточно очень много. И там ЧП происходили, на которые необходимо было реагировать. И, естественно, прежде всего, человек уже подвергнут к наказанию. Состоялись все судебные решения, приговоры вступают, и человек отбывает наказание. И у него есть не только, у лица находящегося в местах решения, свобода не только обязанности, но есть и права. К сожалению, порой лица, которые работают с ними, помнят о своих правах и об обязанностях осужденных, иногда забывая, что у них тоже есть законные права, и хотелось бы, чтобы этот баланс всегда соблюдался. И люди, которые находятся в большей части, все-таки выходили оттуда другими, и не садились вновь на скаму и подсудимых, не причиняли боли и страдания другим людям. Конечно, нужно быть реалистом, некоторые вновь возвращаются, но цель должна быть направлена на то, чтобы сделать все возможное, чтобы человек понес наказание, вышел оттуда несколько другим и больше бы никогда не захотел совершать что-то подобное и вернуться в места не столь отдаленные. Юрий Александрович, общественность часто отмечает, что с вашим приходом на Уральскую землю работа прокуратуры Свердловской области, в частности, стала более открытой как для журналистов, так и для населения в целом. Почему для вас так важен контакт с общественностью? Ну, понимаете, в чем вопрос? Это не только, так сказать, мое видение. Это, во-первых, видение генерального прокурора Юрия Ключайки. С его приходом было создано целое управление, видоизменено управление, и работа на прокуратуру области, как и работа генеральной прокуратуры, максимально открыта. Максимально. Есть, конечно, те документы, есть и направления, которые имеют грифы, и, к сожалению, их нельзя об этом говорить. Но в целом работа наша носит открытый характер, задача, цели, и наша работа открытая. И что получается, мы об этом говорим, да, не скрываем то, что не получается. Если говорить шире об этом, к сожалению, я уже говорил, что не все, что было задумано, не все, что мы делали, не было идеально сделано, много было недоработок. И в той же схеме, и в системе работы с жалобами граждан, с обращением граждан. Порой за тем валом мы не видим боль и страдания конкретного человека. Пусть это малейшее нарушение права, но это его право. И здесь мы об этом говорим, и в средствах массовой информации просим, что если где-то с вашей точки зрения мы недорабатываем, критика должна быть конструктивной. Порой журналисты, к сожалению, умышленно, либо не умышленно, критикуют так, скажем, мягко, несправедливо и необъективно. Мы за объективную, за открытую, честную критику и всегда будем только рады, если где-то мы недорабатываем, а мы об этом честно, открыто будут говорить средства массовой информации. И, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить все средства массовой информации, с кем приходилось нам с вами работать за это время. В целом работа строилась очень хорошо, конструктивно, я бы сказал, даже по-доброму. Поэтому спасибо, надеюсь, что в дальнейшем работа уже в управлении будет идти по такому же пути объективности, честности и порядочности. И напоследок, Юрий Александрович, раскроете секрет. После вашего назначения на должность заместителя генпрокурора у вас был разговор с Юрием Яковлевичем Чайкой. Какие напутствия и пожелания он высказал вам? А самое основное, генеральный прокурор, нужно быть предельно порядочным, честным и стремиться делать все возможное, чтобы работа прокуратуры дошла до каждого жителя тех субъектов, где мы работаем. Оказание прежде всего это забота именно в правовом поле о простом человеке и гражданине. Спасибо, Юрий Александрович, интересный разговор. Спасибо. Вы смотрели программу прокуратуры Свердловской области на страже закона. Сообщить о нарушениях законности, а также оставить свои замечания и предложения по поводу нашей телепрограммы вы можете на сайте прокуратуры области в рубрике «Интернет-приемная». Адреса надзорных ведомств сейчас на ваших телеэкранах. Увидимся ровно через неделю. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин